Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Я немножечко приболела, поэтому мы сегодня с вами без фона, без какого-то света. Вот просто я включила камеру и сегодня хочу вам рассказать о тех продуктах, которые закончились. Я выбрала те, что мне понравились. Сегодня пойдет именно о них речь. И вы не поверите, но это последние пустые баночки. Если меня кто-то смотрит постоянно, вы помните, что у меня были просто коробки этих банок. И я периодически снимала-снимала видео. И вот наконец-таки все. Это будет последнее видео на ближайшее время. Пустые баночки у меня накапливаются не с такой огромной скоростью, чтобы снимать видео о пустых баночках каждый месяц. Поэтому давайте начнем. И наконец-то я избавлюсь от своих пустых баночек, которые, конечно, занимают очень-очень много места. Скраб для лица от Грин Мама, кедровый орех и уссурийский хмель. Живительная энергия, 100% натуральных эссенциальных масел. На самом деле эта баночка закончилась у меня давным-давно. Просто до нее все, вот руки у меня не доходили. Мне очень понравился этот скраб. Очень. Мелкие-мелкие частички. Такое хорошее скрабирование. Этих частичек много вот в этой массе. Прям хороший скраб. Вот честно, свою цену оправдывает точно. У него и запах был приятный. И, в общем, прям пользоваться было одно удовольствие. И где-то встретите. Я постараюсь найти в каком-нибудь интернет-магазине. Обязательно подпишу ссылку. Но если где-то встретите, можно брать смело. Мне кажется, прям отличное средство. У меня как так всегда видео получается снимать про пустые баночки без лишних размусоливаний. Все очень быстро. Такой экспресс-обзор. Давайте дальше. Чистая линия, фитосалон, маска для лица 5 минут. Одна маска равно салонная чистка. Черная ель и уголь. Очищение. Из всех масок от чистой линии, которые я пробовала, вот эта стала любимой. Я реально ей пользовалась через день. Она какая-то нескончаемая. Наносится на лицо с помощью кисточки вот так, как наносятся очень дорогие маски. Равномерно такой слой. Первая минуту, наверное, минуту-полторы немного пощипывает кожу. Как будто вот какое-то, знаете, такое пощипывание-холодок. Хорошо очищает лицо, прям по ощущениям, такое вот после нее чистенькое. Не знаю, насколько подойдет прям очень-очень чувствительной коже. Но если кожа у вас вот, ну, жирная такая, знаете, вот не прям, чтобы на нее ветерок подул, она тут вся покраснела. Вот эта маска может очень подойти. Я реально ей пользовалась с огромным удовольствием, скажу даже более того. Я себе вот эту маску, хоть она и крайне-крайне бюджетная, обязательно куплю второй раз и буду пользоваться. Она прям меня, ну, восхитила. Следующее, что я вам покажу, это L'Oreal бесконечная свежесть, очищающий гель, совершенствующий кожу. Удаляет загрязнение, очищает поры, преображая кожу, очищая и освежая. Не содержит в своем составе мыло. Вы знаете, я заметила такую историю, как только что-то я показываю L'Oreal, Л'Oreal пару комментариев обязательно будет, что типа, ой, в составе спирт, там, не пользуйтесь, кожу там сушат, не сушат, портят, не портят. Вы знаете, я L'Oreal пользуюсь не так уж и часто, но те продукты, которые у меня есть или были, они мне очень нравятся. Я не замечаю после них какого-то такого жуткого пересушивания, больше, чем от каких-то других средств. Мне, я ничего плохого вот про L'Oreal и про их средства, вот эти очищающие, сказать не могу. И вот это средство, бесконечная свежесть, гель для умывания, мне очень понравился. Действительно, лицо какое-то вот прям свеженькое, умытое, утром, вечером, очень приятное ощущение. Поэтому я не заметила, что там что-то какой-то очень сущий эффект. Тем более, я всегда пользуюсь после подобных средств какими-то увлажняющими или питательными кремами. Запах такой приятный, ненавязчивый, легкий, тоже какой-то освежающий. Звук вот тоже очень приятный. В общем, мне понравился. Так, давайте с вами дальше. Это белорусское средство. Скраб для тела, двойная эксфолиация. Секреты Ази от Витекс или Витекс. Вот это, опять-таки, то слово, которое все время забываю как правильно. Очень приятный скраб. Запах приятнейший. Частички, правда, знаете, такие очень-очень мелкие. И, может быть, кому-то покажется, что как скраб для тела слабовато работает, потому что частички, ну, такие они, не агрессивные. Но кожа потом такая прекрасная, такая нежная. И за счет скрабирования, и за счет того, что вот эти скрабирующие частички, вот в этой массе расположены, и сама вот эта масса, она вот прям, знаете, как крем такой. Очень приятный. Единственное, чем мне не понравилось это средство, это расходом, потому что здесь вот 150 миллилитров хватает. Мне вот этого тюбика хватило, ну, если прям вот хорошо так полноценно не жалею, на 4 раза. Мне кажется, хотя, конечно, цена бюджетная, и средство очень приятное. Ну, в общем, вот так, 150 миллилитров на 4 раза мне хватило. Очень крутая штука, очень. Давайте дальше. У меня здесь есть шампунь и кондиционер от бренда DAF. Шампунь, питающий, преображающий уход, а крем-поласкиватель для волос называется преображающий уход. С драгоценными маслами, способны сделать волосы более шелковистыми, блестящими, без утяжеления, ощущения жирности. Мне вот эта линейка понравилась очень. Во-первых, запах, и у одного, и у второго средства приятный, такой сладковато-восточный аромат, прям очень приятный. Шампунь не пересушивает длину волос, при этом хорошо промывает корни. А бальзам, в свою очередь, знаете, делает волосы, во-первых, довольно блестящими. Если волосы склонны к запутыванию, то очень хорошо они после этого бальзамчика или как он там, кондиционерчика распутываются, расчесываются. Волосы мягенькие, приятненькие, и вместе вот эти средства работают прям отлично. Переходим с вами к следующему средству. Шампунь от корейского бренда Rise Day. Это шампунь для нормальных волос, увлажняющий. Здесь довольно много всяких полезных ингредиентов и так далее, и так далее. В общем, огромный список. Я, когда его только начала тестировать, я снимала о нем видеообзор и говорила, что ну шампунь, как шампунь, там, в общем-то, ничего особенного промывает, не промывает, промывает вернее. Сейчас, когда эта баночка подошла к концу, хотя мои впечатления очень редко меняются от начала и когда банка полностью заканчивается, это как раз тот случай. Когда эта банка закончилась, я поняла, что это действительно очень классный шампунь, которым я пользовалась довольно долго, кстати, с большим удовольствием. И он мне под конец понравился значительно-значительно больше, чем тогда, когда я только начинала им пользоваться. Очень густая пена, во-первых, такая приятная, плотная, волосы очень хорошо промывает. И знаете, что самое интересное? Мне, когда я начинала, опять-таки, повторюсь, пользоваться, мне почему-то пересушивало вот длину волос. После где-то десятого применения, то ли волосы к нему привыкли, я не знаю, что произошло, перестало пересушиваться полотно, при этом кожа голова очищалась прекрасно. Вы знаете, я настолько полюбила этот шампунь, я прям, когда он закончился, даже немножечко подрастроилась. Очень вам советую. Очень экономичный расход, объем здесь 550 грамм, и его надо совсем чуть-чуть, потому что вот реально прям шапка пенная такая получается. Дальше. Скраб для лица мягкий, нежно очищает, вот чистая линия. Знакомы, наверное, с этим средством абсолютно все, и в принципе они в двух вариантах существуют. Вот этот вот с малиной и косточкой клюквы и абрикосовый скраб. У меня есть и абрикосовый, и вот этот вот с малиной у меня закончился. В последнее время пользовался вот этим, потому что он более нежный, и сейчас у меня каких-то таких проблем, шелушений особенно нету, поэтому лишний раз драить тут свою кожу, в общем-то, нет никакой необходимости. Но этот скрабик справляется с очищением вполне достойно и достаточно мягко. Так, переходим к следующему. Вот это средство мне присылали на тестирование достаточно давно, и достаточно давно это средство, в общем-то, и закончилось. Это Аморфейс, это пенка для умывания, к сожалению, здесь нет ничего на русском. Состав и экстрактов здесь много, и опять-таки всяких полезных ингредиентов. Не лишен все-таки немножечко химозы здесь присутствует, чего же греха, таит на втором, нет, не на втором, раз, два, три, четыре, на четвертом месте стоит глицерин. Если пользовались корейскими пенками, если они вам нравятся, то, в принципе, вот эта пенка от Аморфейс, она ничем не отличается, она такая же густая, так же прекрасный доскрип очищает кожу лица, безумно экономичный расход. Вот надо прям, ну, опять-таки, я повторюсь, если вы корейскую продукцию используете, вы знаете, о чем я говорю, там вот столечко просто надо на все лицо, смывается, в принципе, достаточно быстро, и не надо там 13 ладошек для того, чтобы все это ополоснуть. Мне понравилось. У нас с вами осталось буквально чуть-чуть, я уже показывала вот такой вот шампунь, он у меня закончился первым, сейчас закончился и кондиционер для волос, называется Organ Oil of Morocco. Марокко, если я не ошибаюсь, что за бренд, я не знаю, обязательно подпишу под этим видео. Здесь объем 385 мл, восстанавливающий кондиционер с органовым маслом Марокко. Очень классный кондиционер, так же, как и шампунь. Вот кондиционер, претензий реально нет. Во-первых, опять-таки, запах, вы меня простите, но я вот к запахам очень отношусь так вот трепетно, поэтому для меня это немаловажно. Запах приятный, консистенция такая средняя по густоте, не как вода, но и не прям вот что-то такое вот. Расход средний, я не назвала бы, что это какой-то там прям минимальный, средненький такой расход. На самом деле с волосами работает прекрасно. Волосы мягенькие, послушные, блестящие, хорошо выглядят, приятные на ощупь, свои задачи справлять 100%, поэтому могу вам смело советовать. Осталось у меня совсем тут немножечко, последний или не последний, у меня их было 4, нет, еще у меня один зелененький остался. В общем, это парфюмированный спрей мис для тела от Белита, свежий аромат, счастливые моменты, итальянские каникулы. Видите, сколько только информации. Это мис для тела, наносится на кожу с таким, знаете, легким увлажняющим эффектом. Для лета, когда не хочется перегружать какими-то плотными кремами для тела свою кожу, не хочется ощущения чего-либо, вот эти вот штучки, вот эти мисты прям спасают. Потому что и увлажнения достаточно, и прекрасный аромат такой освежающий, и увлажнения тоже вполне достаточно, по крайней мере, для моей кожи в летний период. Так что, в общем-то, я снимала на них обзоры, тогда говорила, что они классные, вот эти вот мисты, и да, они классные. Сейчас уже практически последний флакон, и они действительно здоровские. И последнее, что я вам сегодня покажу, это гидрогелевые патчи. Сейчас я вам даже тут открою, покажу, но тут уже ничего нет. Деви Фри, наверное, называется бренд. Сами патчи были черного цвета, таким вот образом выглядит баночка здесь, была ложечка. Как всегда, подковыриваем там что-то. Что-то там пытаемся нанести на лицо себе. Обычно я клеила по утрам, потому что у меня вот эти части, старость пришла, вот эти части немного с утра опухают, и гидрогелевые патчи очень быстро помогают справиться с этой небольшой незадачей. Мне эти патчи понравились. Я ими пользовалась с огромным удовольствием, хватило мне их надолго, каждый день я их не применялась. Здесь, кстати, 60 штук, это, знаете, кстати, как написано, маска для контура глаз, гидрогелевая, с экстрактом черного жемчуга. Ну, в общем, обычные патчи, они, правда, черного цвета и с вкраплениями блесток. Наклеиваем под область вокруг глаз, на область вокруг глаз, и, в общем-то, занимаемся своими делами. В течение, я не знаю, 20-25 минут снимаем, кожа вокруг глаз напитанная, такая увлажненная, хорошая, упругая. Насчет синяков мне сложно сказать, убирает, не убирает, потому что у меня синяков особенно нет, но при пухлости, вот эти вот утренние, и мелкие вот эти вот морщиночки, сухость убирает прям отлично. Стоимость, мне кажется, тоже вполне доступная, учитывая сейчас, что сейчас гидрогелевый патч стоит, ну, не бюджетно, вот эти вот стоят на порядок дешевле. Наконец-то мои пустые баночки закончились, я постараюсь в интернет-магазинах найти все те продукты, о которых сегодня шла речь, подписать всю информацию под этим видео, обязательно раскрывайте, смотрите. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным, желаю вам хорошего дня или ночи на сегодня, все, пока!